добрый день дамы и господа сегодня как обычно будем говорить о нашей недельной главе наша глава называется титсове в ата титсове да и сейчас ты должен им прокомандовать ну я сразу хочу процитировать первое предложение если у вас есть тора на руках то посмотрите первое предложение наши главы главы титсове 27 седьмой пирог 20 предложение прочту и переведу в ата титсове отбны израэль байкху и леха шамин зайд захкатит лима орла лот нартами и ты заповедую евреям еврейскому народу ты имеется ввиду конечно же муше чтобы они взяли специально это масло принесли его к тебе и будут таким образом сжигать свечи в минуте я понятно что пробегаю бегло но потому перевожу бегло потому что на самом деле важнее всего я обратил внимание на одну очень интересную тонкость ведь масло нужно было священникам священники должны были собирать масло и они именно это обычно и делали это была их работа готовили масло и зажигали миноры почему больше обращаются каждому ко всему еврейскому народу и на самом деле это обращение не только мушек поколению исхода которые делали первое масло для зажигания миноры а это обращение ко всем нам витора она универсальна во все годы она обращается к нам в каждом поколении. На самом деле именно такое глобальное обращение муше каждому еврею, чтобы принести масло для зажжения миноры в храме, оно сподвигло наших мудрецов на проведение аллегории во многих-многих разных ракурсах между евреями и оливковым маслом. Ну, во-первых, самое первое очевидное параллель и аллегория, это то, что масло для того, чтобы приготовить оливковое масло, нужно приложить много усилий. Их маслины бьют, трут, выжимают и так далее. И только тогда появляется это масло, как Тит, Таор, это выжатое чистое масло. Точно так же и мы с вами, мы проходим через жирновая история на протяжении всего нашего существования. Нас уничтожают, нас угнетают, но самое интересное, что именно тогда, когда мы проходим через эти сложности, тогда мы приносим в этом мир гораздо более. Тогда и происходит самый замечательный случай с еврейским народом, когда вам тяжело. Возьмите, например, выход из Египта после рабства, события Хануки, когда мы были практически не только пурим, таких примеров десятки, если не сотни, если не тысячи на протяжении всей нашей истории. Есть другое объяснение, почему масло сравнивается с еврейским народом. Параллель заключается в том, что масло это такая жидкость, что даже если вы добавите ее в одну и ту же посуду с водой, и сколько вы не будете трясти, сотрясаете, смешивать масло с водой, все равно они расслоятся, все равно масло отделится от воды. Точно так же и мы с вами. Как бы мы не пытались смешиваться, как бы мы не называли себя другими именем, что бы мы не писали в пятой графе, бурятами, чечмеками, русскими, украинцами, космополитами, американцами, мы все равно стоим евреями, мы все равно разделяемся, как говорится, бьют не по паспорту. Но мне кажется, что именно в нашей главе самая интересная параллель, это именно то, что это масло делается для того, чтобы зажигать свечи. Но как вы понимаете, масло само по себе не станет свечой. Для того, чтобы масло стало свечой, стала масляная свеча, в него нужно как минимум опустить фитиль. Но даже при наличии фитиля свеча еще гореть не будет. Для этого нужен уже зажженный огонь, которым, спичка, зажигалка, неважно что, которым зажигают этот фитиль. Мне кажется, параллель, аллегория здесь ясна. Фитиль, это и есть каждый из нас, это и есть еврей. Тора сама по себе, это и есть пламя, которое горит. Масло, это какой-то загадочный божественный источник нашей души или наша душа сама, которая горит с помощью фитиля и дает огонь Торы. И поэтому Мойша говорит каждому еврею принести к нему это масло, принести свои свечи, потому что Мойша тот, кто получил для нас Тору на горе Синай. Мойша тот, кто нас зажигает. Там, господи, мы с вами прошли длинную историю страданий, угнетения и так далее. Мы произвели много масла в этом мире, но если нету при этом Торы, то это масло не горит. Если говорить только о том, что мы дали мировой культуре, которая выбила, выжила, выдавила из нас огромное количество масла, без Торы это остается всего лишь маслом. Это тоже не так плохо, столько, сколько евреи дали мировой культуры. Но без Торы это масло не будет давать свет и тепло нам с вами, еврейскому народу. А мировая культура ничего для нас не сделала, в отличие от того, сколько мы сделали для них. И для этого нужна Тора. Тора, чтобы гореть, чтобы добавлять свет, чтобы делать этот мир лучше. Мойша есть в каждом из нас. В каждом из нас есть тот лидер, который связывает нашу еврейскую душу со Всевышней, который дает нам Торы. Каждый еврей, это и есть этот фитиль, это и есть эта свеча. Поэтому берите свои фитильки, берите свои свечи, наливайте туда масло, несите их, находите своего собственного Моше и двигайтесь ближе к огню, зажигайтесь и делайте этот мир светлее и теплее. Ну а если вы считаете, что вы уже горите, что у вас есть уже огонь Торы, тогда возьмите свой огонь и зажгите остальные свечи, чтобы тогда весь мир наполнился светом Торы, теплом, радостью и огнем Всевышнего. Короче, до встречи в Иерусалиме с приходом Машеха. До встречи. Пока.